Рубаха с аккуратной вышивкой, набойчатый сарафан, яркая лента в косе. Так в конце 18-19 столетий можно было пойти на любой праздник. Сложно точно сказать, сколько лет моему наряду, но этот сарафан шила себе одна из девушек Торопецкого района более века назад. И мне позволили примерить эту редкость. Что таить в себе наследие наших предков? И так ли необходимо современному человеку знать основы традиционной культуры? Ответы на эти вопросы нам поможет найти фольклорный ансамбль «Славяночка». С вами Елизавета Медведкина. Вы смотрите программу «Степень культуры». Какие чувства возникают у вас, когда вы слышите эти напевы? Они передавались из уст в уста, из поколения в поколение, и вот теперь дошли до нас. ПЕСНЯ Ежегодно ансамбль «Славяночка» отправляется в фольклорные этнографические экспедиции по самым отдаленным уголкам нашего края и за его пределы, чтобы бережно собрать отголоски былых времен. Узнать как можно больше о старинных обычаях и обрядах, записать примеры устного народного творчества. Песни, которые исполняет этот народный коллектив, шли с нашими предками по жизни. Точно такие же костюмы шили при лучине трудолюбивые девушки из крестьянских семей, которые вели свой быт на территории Верхневолжья. ПЕСНЯ Я ездила в 1990 году в экспедицию в Сандовский район, в деревню Болоты. И вот там вообще вот дом просто буквально вот на краю деревни, прямо вот как вот входишь в деревню, большой дом, двухэтажный, по-моему, даже. И там в этом доме жили уже совсем не хозяева, но женщина, чей это был дом, она тоже там жила. И у нее вот в этом доме огромные сундуки, огромные сундуки со всякими вот такими интересностями. И она нам разрешила эти сундуки посмотреть. Вот, и мы доставали вещи, ну то есть раньше же как, весь свой гардероб хранили в сундуках. Открываешь сундук и ахаешь, потому что там были и рубахи, и сарафаны, и платы, и передники, и все, что угодно. Там было все аккуратно сложено. Тогда еще у нас не было цветной фотографии, то есть был только черно-белый фотоаппарат, ну обычный фотоаппарат у нас был, как он, фэт был. Вот, и, как сказать, и тетрадка с ручкой. И вот мы сидели, линейками измеряли все это, зарисовывали. У меня вот этот вот блокнот со всеми промерами, он до сих пор у меня хранится. Вот этот вот сарафан, который мне больше всего понравился. Я просто всегда его очень хотела, но как-то все не получалось. А сейчас вот появилось время, я взяла его и сделала, наконец-то. Что он может обо мне сказать? Я думаю, что он... Ну, может обо мне сказать, может, что я какая-то трудолюбивая, я не знаю, вот я руками все это сделала. Он полностью сшит в ручку. Ну, конечно, он все, весь полностью сшит руками. Вы сказали, что нашли дом с сундуками, в котором хранилось целое сокровище. А вот сейчас в наши дни можно найти на Брестинку деревушку, где все это тоже есть? Можно. Я считаю, что это недавно, ну, лет, наверное, шесть назад. Мы вот нашли как раз в одном из заброшенных домов просто открываешь шкаф, и там висят сарафаны, которые ни разу еще не надевали. И сколько им лет? Ну, вот сейчас здесь нету ни одной девочки в таком, мы их сейчас не используем. Ну, сколько лет стоим, точно есть. Я шила сарафан сама и вот накосник вышивала по старинному образцу, а рубашку мне подарили. Накосник – это головной убор девушки, то есть замужние женщины носили уже платки и не показывали свои волосы никому, а девушки украшали свою косу. Можно было впитать ленты, можно было… Накосники, они разных видов бывают. Но вот этот вот накосник такой с лентами, он как золотое шитье. В Махстерской области было очень разное золотое шитье. Ну, он просто красивый элемент женского головного убора, чтобы привлекать внимание к себе. Какие-то элементы, может быть, костюма, стиля вы используете в повседневной жизни? Что-то вот переходит? Да, я сама научилась, например, я научилась ткать пояса, как старинные. Вот есть пояса? Ну, вот этот вот, например. Только мы их делаем как ремни, их можно носить в современной одежде. То есть они не такие длинные, как ремень, только в старинном русском стиле. Но он сочетается отлично с современной одеждой. Какие-то есть детали, мне нравятся. Ну, просто чем больше я знакомлюсь с русской культурой, с обрядами, с песнями, с одеждой, тем мне больше нравится, и я стараюсь и сама вносить это в свою жизнь. И я пою везде, где только можно. Так что, да. Создать точную копию костюма. Исполнить русскую народную песню именно так, как это делали в старину. Показать современникам картины быта их предков. Внешнее проявление народной культуры позволяет нам соприкоснуться с историей. Но все было бы слишком просто, если бы эта огромная работа проделывалась лишь для того, чтобы просто воспроизвести некогда увиденное и услышанное. Фольклор – это как народная мудрость переводится с разных языков. И не просто так, ведь в обрядах и в каких традициях не просто это внешний облик, а в нем суть очень глубокая, которую люди передавали из поколения в поколение. Ну, а это просто практичные вещи, советы. Допустим, я не знаю, там, длинные юбки те же самые. Мы не просто же так их носили, а, ну, это очень, ну, это не просто так. А что это привнесло в вашу жизнь? Может быть, вы стали какие-то традиции соблюдать? Или изучая, узнавая какие-то приметы новые, тоже стали им следовать? В целом это привнесло очень большое настроение, состояние духа. С традициями, со многими, конечно, я познакомилась и какие-то стала использовать уже непосредственно в своей жизни. Но в основном это как бы настрой, душа. Душа поет нараспашку, и уже все остальное в жизни получается лучше. Распустила сухату по животу, Расыпала печаль по плечам, Не впускает меня муж по ночам. Вот когда вы поете эти песни, что вы чувствуете, какой они заряд вам дают? Конечно, заряд бодрости, какое-то соприкосновение, наверное, своими стоками. Ну, как бы это можно прикоснуться к тому, что было до нас, да, наши корни. То, что мы не видели, но благодаря песне мы это в себе, внутри воспроизводим. Вот это греет душу. Наверное, большая часть меня уже стала, Потому что после репетиций я становлюсь более спокойной, удушевленной. И, конечно, мои взгляды на жизнь тоже очень во многом поменялись. На воспитании детей, на семейные отношения. Поэтому я считаю, что и нужно, во-первых, чтить традиции, нужно помнить их. И я с огромным удовольствием хочу в сентябре месяце взять с собой ребенка еще на эти занятия. Хочу, чтобы тоже он посещал, знал свою культуру, главное отношение в семье, Чтобы была любовь, доброта. Поэтому для меня вот эти репетиции, да, эти занятия, они вот как-то больше меня к этому сподвигли. Вот, стало намного спокойнее в семье. Стало ценнее то, что раньше не замечала. С помощью этого коллектива я поняла больше про себя, да, что я такой. Это не громкие слова, что вот, да, мы возвращаемся к корням. Но на самом деле это позволяет почувствовать, да, кто-то на самом деле. Что песня, которую мы поем, там, может быть, и пела моя бабушка, или не пела моя бабушка. И слышала когда-то. Способ, вспоминяночка, да, скорее, способ такой погружения. Погружение в народную культуру. А вот когда вы собираете такой ценный материал, будь это фольклорный материал, или вы находите какие-то новые костюмы, вот что для вас это в первую очередь? Увлечение? Дело вашей жизни? Или вы чувствуете свое предназначение, миссию какую-то в этом несете? Что это для вас? Мне кажется, что и то, и другое. Во-первых, ты поражаешь себя, да, что это есть, что это сохранилось, да, потому что ощущаешь, что это вот когда-то давно, вот в этом, это может быть кто-то сшил, да, к себе там на праздник, например, специально для какого-то события, вот. Или, допустим, вот головные уборы, да. Раньше же за праздничный головной убор, за свадебный головной убор можно было продать три коровы. Такое сокровище, которое, ну, ты вот если видишь и держишь в руках, это действительно очень большая редкость. Вот. Ну и с другой стороны, конечно, да, ты, когда вот ты представляешь, да, ага, я тоже смогу сделать так, могу ли я сделать такой же костюм? Ты прикидываешь, да, получается у тебя или не получается, а давай я попробую, вот. И ты понимаешь, что ты сделаешь вот то, что ты покажешь уже своим потомкам, вот. Ну, как-то и с одной стороны, да, с прикосновением с историей, с нашей культурой, с нашими традициями, с другой стороны, ты знаешь, что ты часть этой традиции, и ты ее понесешь дальше. Народный ансамбль «Славяночка» — это коллектив с богатой историей, которая берет свое начало в далеком 1967 году. Возникнув когда-то как хоровой кружок студенток историко-филологического факультета Калининского пединститута, коллектив расширил границы своей творческой работы. На базе Тверского государственного университета появился настоящий центр славянской культуры. Он представлен не только ремесленными и музыкальными направлениями, это еще и клуб прикладного рукопашного боя «Ратный путь». Присмотритесь к русскому мужскому плясу, и вы увидите, что многие движения очень похожи на элементы русского рукопашного боя. Это тоже неотъемлемая часть нашей культуры. Коллектив изучает не только русские традиции. В его репертуаре есть македонские, сербские, польские песни, болгарские песни и танцы. Сначала я думала, что в Болгарии очень силен культ танца. То есть основное, что у них сохранилось в культуре, это танец. Но именно с этого я и начала здесь у нас в Твери. То есть сначала мы решили, что мы будем танцевать. Но оказалось все не так просто, потому что болгарские движения, как они их называют, стыбки, шаги, они совсем не такие, как наши. То есть и принцип движения совершенно другой, не такой, как в нашей хореографии, даже в нашей народной хореографии, да и ритмы очень сложные. Поэтому коллектив наш, который танцевальный, в нем было несколько таких уже составов, которые менялись, потому что не все выдерживают, и это достаточно сложно, потому что ритмы все-таки очень необычные. И нам кажется, что шаг должен быть сейчас, а на самом деле у них чуть-чуть позже, чем нам кажется. Ну, начали с танцев. Ну, а потом, уже при более близком знакомстве с культурой этого народа, я поняла, насколько богатая у них песенная традиция, насколько она разнообразна. Вот двухголосие их, многоголосие. Вот этот вот знаменитый болгарский солнечный звук. То есть это совершенно другое звукоизлечение, абсолютно не такое, как у нас. Болгары называют свой звук, тот звук, которым они поют, болгарский солнечный звук. Он необычным образом открыт. Ну, немного не так, как у нас. Вот у них такое есть, существует такое обозначение, болгарский солнечный звук. Потому что они, ну, как бы обращаются к солнцу, выходят и открывают, и замирает все. Горы, леса, реки, море. Как обычный тверичанин я работаю на работе и занимаюсь каким-то творчеством, чтобы жизнь была немножко поинтереснее. Мы играем музыку, соответственно, балканских народов, таких замечательных стран, как Македония, Сербия, Болгария, ну и все-все, что относится туда, вот к восточному блоку. Коллектив, получивший название «Балканский проект», появился благодаря дружбе Тверского госуниверситета с Болгарией. Однажды в Тверь приехали представители города побратима Твери, Великотырного, и «Славяночка» исполнила несколько болгарских песен. С тех пор Центр славянской культуры занимается не только изучением своих истоков, но и несет в массы культуру других стран. Балканская музыка, она более живая, такая в основном, ну, опять же, все зависит от местности. То есть если вы, вот, македонские песни, они у них более такие торжественные, более такие минорные. Ну, это все зависит от местности, то есть от событий, которые там в какие-то определенные исторические моменты происходили у народа. У народа не происходило никаких особо грустных исторических событий, то есть, соответственно, у них преимущественно и музыка веселая, звучит. «Болгарская музыка, она довольно-таки сложная. Ну, македонская, сербская, в которой мы играем, она очень сложная для понимания, по крайней мере, нашего русского. А тем более в нынешней, когда все привыкли, ну, к дискотечной долбежке, там, четыре четверти, все нормально. Ну, и рок-музыка такая же, она ровная. То болгарская музыка, там, за счет Турции, у них очень все сложно для нашего понимания. То есть размеры необычные, восточные, поэтому, как бы, играть ее интересно». «Болгарская музыка, она в наше современное время становится андерграундом, таким, как рок, например, был в Советском Союзе. То есть рок. Его официально до какого-то момента не запрещали, но в то же время люди, играющие его, считались, ну, немножко не в себе, скажем так. Так, и в данный момент, если вы видите человека в традиционном, как бы, костюме на улице, вы тоже, в общем-то, не считаете его вполне нормальным. В то же время, это очень богатый пласт музыкального наследия и очень интересная по-своему музыка, которую понимают далеко не все, но если изучать ее и проникнуться и внутри, что называется, играя ее, ты для себя открываешь совершенно новые грани ее». Кто слушает в «Плеере» традиционную музыку? Назовите мне хоть одного человека, и стал кто-то слушает в «Плеере» традиционную музыку. В «Плеере» слушают рок, фавсу, металл, все что угодно, но не традиционную музыку. Потому что эта музыка, как кажется на первый взгляд, но это уже умершее наследие, по большому счету, считается так. Мы хотим это изменить ситуацию. «Вы считаете это возможно?» «Да». И уже есть какие-то предпосылки к тому, что процесс пошел? Ну, например, это стало возможным во Франции. Почему бы это не может быть возможным у нас во Франции? В 90-х годах произошел французский ревайвл традиционный. И сейчас там играют традиционную музыку практически в каждом клубе, в каждом кафе. В той или иной степени традиционную. То есть она сейчас во многом, конечно, связана с джазом, переплетлась с другими какими-то музыкальными жанрами. Но в основе все равно лежит традиционная музыка. Это в 90-х годах на пике популярности каких-то фолковых, таких фолковых команд, таких хип-хопых. Кто-то стал интересоваться традиционной культурой и принес клубную тусовку. То же самое мы сейчас наблюдаем и в Москве. Как вы считаете, вы сохраняете такой огромный пласт культуры, что-то передаете людям, которые с этим абсолютно незнакомы. Как вы считаете, для чего это все нужно? Мы несем такой некий образовательный какой-то в себе момент. Потому что всегда интересно, посмотрев, чем занимаются другие люди. Поскольку они к нам сами не могут приезжать зачастую в силу каких-то особенностей или каких-то сложностей, то, соответственно, мы сами в себя впитываем эту культуру и пытаемся уже передать ее другим людям. Ну, естественно, я от этого тоже какое-то удовольствие получаю. Не то, что я пришел играть и сразу задумался, как бы мне кого-нибудь быстренько образовать и что-то в кого-то вложить. Нет, разумеется, на первом месте это мое собственное удовольствие. Это то, что лично для меня. Но помимо этого, конечно, очень приятно, когда кто-то что-то от этого тоже получает. Если бы я хотел просто играть болгарскую музыку, я бы сидел бы в комарке и играл болгарскую музыку. Естественно, да, естественно, хочешь донести до людей там. Сами болгары. Они очень трепетно относятся, естественно, к тому, что мы делаем. Поэтому каждый их приезд, каждый приезд какой-то делегации из Великатырного, из какого-то другого города Болгарии, это как своеобразный такой экзамен. Потому что они слушают очень внимательно. И потом подходят и говорят, да, вот у нас, допустим, вот этому звуку у нас учатся в консерватории, годами учатся, а у вас он откуда-то идет сам по себе. То есть вы поете без акцента, вы поете правильно. То есть у нас все в порядке с этим. Мы стараемся марку держать. Как вы считаете, вот славяночка какую задачу выполняет, объединяя, работая на стыке двух культур? Славяночка делает очень много. Она играет музыку, которую никто бы не стал бы просто так играть. Тут даже дело не в стыке двух культур. Тут дело в том, что чтобы этим заниматься, надо просто, не знаю, надо просто свою жизнь на это положить, чтобы донести до людей болгарскую, македонскую, сербскую музыку. Это никому сейчас, в данный момент. Молодежи это не особо-то и нужно. То есть многие люди, смотря на то, что молодежи не нужны, они так, ну, что я буду заниматься? Смысл-то такой, что это мне ничего не приносит? Никому это не надо. А вот, ну, в честь Светлана Николаевна и ансамбля «Славяночка», она вот самоотверженно этим занимается. Ну, и люди, не зная, что это такое, как бы, говорят, а что там Болгария в Англии? А на деле оказывается, что это все даже очень интересно и приходит, смотрит. Поэтому это очень большая работа. Больше 10 лет, да, мы занимаемся, потому что мы изучаем и молгарскую, и сербскую культуру. Средством этого обнаруживаем какие-то вещи, которые, может быть, мы не замечали там в своих песнях, в наших традициях. Понимаешь, что, да, вот оно общее, почему какие-то там обрядовые вещи, они очень общие. Отличают только, только язык может отличать. Но даже вот не зная полностью смысла какой-то фразы, ты по смыслу, по тем формам, которые мы уже знаем из нашего русского материала, понимаешь, о чем эта песня. Ну, если начинаешь переводить, проверять, что-то, оказывается, что оно так и есть. Вот по ощущениям, по-моему, у нас абсолютно все впало. Часть жизни – это огромная энергетика, это огромная эмоциональная подпитка, это возможность реализовать себя каким-то образом. Когда пришедшие на концерт зрители активно включаются в ту деятельность, которую им предлагает коллектив, и по ним видно, что они это делают охотно, вот тогда ты понимаешь, что, наверное, это все не зря. И в любом случае это, ну, может быть, такая не совсем корректная фраза, это интерактивное шоу, и в этом надо участвовать, а не смотреть. Вот когда люди в этом участвуют, они получают именно то, зачем это все, в принципе. Насколько тесно нужно знакомиться с традиционной культурой, каждый решает для себя сам. Но одно мне теперь известно точно – знание своих традиций и своей истории помогает более бережно относиться к культуре других стран и позволяет прийти к пониманию друг друга. С вами была Елизавета Медведкина, вы смотрели программу «Степень культуры». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok